всем привет разделка двух космических куриц двумя интересными ножами первым из которых будет бекер psk переточенный после хардьюз тестирования а вот название второго ножа я пока что хочу поддержать в секрете потому что это очень необычный и очень редкий нож и я уверен что даже если я сейчас сказал бы его название мало кто сразу бы понял о чем идет речь и вообще я считаю что разделка курицы вот этим вторым ножом это своего рода авантюра но тем не менее посмотрим на что он способен ну что ж поехали курочки сегодня довольно большие по два с половиной килограмма почти забыл проверка заточки в силу своего толстого сведения этот нож вряд ли будет резать с вывертами даже так режет я очень постарался перетачивая его потому что он меня очень сильно порадовал в хардьюз тестирование но основное правило руку сделать пожирнее о ну что ж посмотрим на что способен этот малыш здесь очень мощный дробильный кончик после переточки он стал даже капельку потолще вот этот вот жир безусловно вносит свои коррективы ну g10 на рукоятке прекрасно себя ведет вот так как так 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 Длины клиночка очень сильно не хватает. Это в таких моментах, когда нужно подлезть в сустав, чувствуется. Здесь грудину он прошивает отлично. С кончиком. Опять же, он не может просто углубиться в силу коротенького своего клиночка. На фабричной заточке, я думаю, он бы показал гораздо более скромные результаты. Здесь видно, как на глубину клинка он входит просто сразу, проваливается, даже несмотря на свою толстенную обуху. Косточки. Ну вот, вроде есть. Намыливаем ножик со всех сторон. Промываем. Вытираем всю воду, чтобы проверить заточку. Но ноготь я ничего не чувствую. С вывертами у него проблемы, конечно. Бумажка катастрофически быстро намыкает. Ну все отлично. Не малейших проблем. Вот тут малыш с некоторыми ограничениями, которых невозможно избежать. справляется очень хорошо. А теперь хочу представить вам крайне неожиданный нож. Даже для меня лично, если бы мне его показали. А тем более сказали, что сейчас собираются разделать им курицу. Вот. Ну посмотрим. Хозяин этого ножа дал мне его и попросил именно конкретно посмотреть на него в плане какого-то использования. Что вообще можно ли им что-то сделать. Неудобно ли это будет или что-то еще. А вот вообще способен ли он в принципе выполнить хоть какую-то работу. Вот этот красавец. Крайне необычный нож из кастомной серии фирмы Cold Steel. Модель называется Spectre. Вот такой вот нож из стали Sun My 3. Ну поехали посмотрим, что этим зубом можно сделать. Заточка здесь фабричная. Немного подправленная мной на пасте. Опять забыл проверить на бумаге. Но он так довольно неохотно режет бумагу. Поехали. Косточки. Конечно не так легко режутся. Конечно на весу им более удобно, как-то более безопасно работать из-за такого изгиба режущей кромки. Ну что ж. Изгиб в принципе небольшой, что и позволяет мне вообще выполнять вот такие вот действия на плоской доске. Я думаю многие задаются вопросом, ну как из всех ножей, которые у меня есть, которые можно было бы взять на разделку курицы. Я выбрал именно вот этот нож. Но я считаю, что разделка курицы иногда может быть и таким вот именно тестом для того, чтобы для интереса испытать вот такие вот экзотические ножи и посмотреть на них в работе. Вот. Понятно, что какой-нибудь тенейшес можно было бы проверить, да. Я думаю я никогда наверное не разделывал курицу. Но, как бы, насколько это было бы интересно и предсказуемо, можно уже судить изначально. Блин, я удивлен, он работает. То есть, даже грудину вот эту он распанахивает этим зубом. Ши. Вау. Честно говоря, я удивлен. Я был на 95% уверен, что во время разделки этой курицы мне в какой-то момент придется прибегнуть обратно к бекеру или к какому-нибудь вспомогательному ножу, чтобы закончить эту работу. Но нож справился. На удивление просто. Сейчас я его помою, посмотрим заточку. Должен также заметить, что это крайне дорогой и редкий нож. И увидеть его в работе, как более в такой. Да, там увидеть его, когда кто-то вскрывает им конверт в офисе. Это я могу представить. Но увидеть его вот так вот, в таком поюзе, это большая редкость, скажу вам. И поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы испытать этот нож. И вместе с вами получить такие вот впечатления. Так. Да нет, что ему будет. Совершенно никаких проблем. Он изначально резал не ахти, поэтому странно. Нифига не режет. Вот тут вот видно, середина режущей кромочки. Вот тут вот он как-то сведен был очень тонко. Но в силу своей геометрии, такого толстенного обуха. В принципе, по большому счету, это вот сейчас можно увидеть такую геометрию на спайках. На Cold Steelers. Если у вас есть спайк, или вы когда-то держали его в руках, то вы можете понять, о чем речь. Этот нож не затупился на тесте. Он просто изначально не режет, как нормальный нож. А так и у режущих рук в идеальном состоянии. Но вещица дико харизматичная и очень интересная. Все. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новенькое в виде вот этого вот ножа. Мне было очень важно поделиться с вами. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Давай пробищем! Давай! Давай. Бай, давай. Давай.